МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идея была какая, что в Нижнем Новгороде обычно заезжали франшизные различные проекты, типа «Уда и Да» или какие-то локальные ресторанные дни проходили. Мы решили сделать гастрономический фестиваль среди профессиональных рестораторов, показать нашу самую лучшую кухню и самые яркие гастрономические проекты Нижнего Новгорода. И вот на набережной в эти выходные вы посмотрите первых, наверное, счастливчиков, которые примут участие в таком фестивале. Разнообразная кухня, абсолютно все виды, наверное, будут представлены, и грузинская, и мексиканская, и паназиатская, и вегетарианская, и детская, и взрослая. В общем, будет очень вкусно. Сколько будет участников? У нас около 30 рестораторов ресторанных проектов, фудтраки. Ну, то есть вот около 30 на данный момент мы обещаем. Вообще гастрономические фестивали по всему миру собирают большое количество туристов, и шеф-поварам за честь там выступить и быть представленными. Как наши рестораторы откликались на эту идею? Ну, рестораторы, конечно, они в первую очередь творческие люди все. Очень творческие. Поэтому, когда мы им рассказали вот эту нашу миссию, сделать Нижний Новгород какой-то гастрономической столицей в будущем, и давайте все объединяться, устраивать фестивали, идея была сразу, то есть не разовое какое-то мероприятие, а фестиваль сделать, провести летом первый, сразу же летом, возможно, в День города второй, осенью, и сделать его традиционным, возможно, в разных частях города, чтобы оживлять как-то наш город и гастрономически его развивать. Ну, и, естественно, развивать гастрономический туризм. Вот, поэтому рестораторы, конечно же, поддержали все нашу идею, некоторые отнеслись с опаской, но обещали, когда придут, посмотрят на первый фестиваль, что в следующем обязательно тоже поучаствуют. Цель не только порадовать нижегородцев, но и привлечь туристов. Вот как вы считаете, гастрономический туризм в России, он вообще развит? Где он представлен? В каких городах? Возможно ли он в Нижнем Новгороде? Потому что я знаю, что в топ-10 городов по гастрономическому туризму в России он пока еще, к сожалению, не входит. Но, может, благодаря вашему фестивалю все изменится. Даже не городов, а каких-то частей, наверное, России. Гастрономический туризм, он очень стремительно развивается, и по темпам роста даже обгоняет обычный туризм. То есть все хотят не просто поехать, а изучить там город или какую-то культуру, а еще и попробовать местную кухню, естественно. И многие даже считают, что через гастрономию можно изучить регион или город даже лучше, чем сходить в музей. Вот. Но, к сожалению, например, тут с какой проблемой столкнулись, что вот эти топ-10 по России, там Тула, это тульский пряник фирменный, все едут туда, пробуют пряники, там Татарстан. У нас есть городецкий пряник. Татарская кухня. Ну, тут трудно будет немножко пока обгонять. Вот. И получается, что Нижний, у нас нет какого-то уникального продукта, но мы можем сейчас постараться вот благодаря таким фестивалям масштабировать его, объединять разные виды кухонь в Нижнем Новгороде. Тем более у нас такая набережная огромная, на которой в перспективе, представьте, лет через пять будет там 600 точек, фуд-траки со всей России приезжать, все будут на автобусах ехать и готовить. Вот. Это сделать реально через фестивали. Ну и надеемся, что на таких фестивалях будут зарождаться какие-то фирменные нижегородские проекты, которые будут прославляться там на всю Россию, станут тоже легендами, и потом гастрономические приближения. А видовые кафе, например, могут стать вот такой точкой? Какие? Видовые. Ну, вот у нас очень красивые набережные, да, много красивых закатов, нижний город закатов. Столица закатов. Да. Если, например, сначала сделать отправной точкой этот там вид из кафе, а потом уже блюдо. Ну, тут я в первую очередь говорю про то, что нет какого-то фирменного продукта, то есть нет такого, что нижегородский стейк самый вкусный в мире, да, и придумывать его, изобретать, наверное, это такой легкий обман, но вот через фестивали, когда мы, если будем чаще всех объединять, будут проявляться новые проекты, на нашей площадке можно протестировать. Мы рестораторам сразу сказали, что вы выставляете свои лучшие позиции и продукции, и кухни, но и вы можете протестировать новые концепции. Вот там будет несколько экспериментов, которые рестораторы боялись запускать в Нижнем Новгороде, думали, что может там город чуть не прогрессивный или не зайдет нижегородцам. Вот они на фестивале... Открой секрет. Эти направления... Нет, не скажу. Не скажу. А вы что-нибудь уже дегустировали, участвуйте в разработке? Слушайте, я каждый день принимаю меню от рестораторов, и просто слюненьки текут на это все смотреть, на эти списки, там и брискеты из мяса копченого там по 14 часов, и различные, и плов узбекский национальный. То есть, ну, я смотрю это меню каждый день, и представляю, что это будет все очень, конечно, вкусно, плюс подача, подход рестораторов все-таки он такой профессиональный, я думаю, они все стараются. У нас на фестивале еще запланирован один из ярких моментов. Это регата среди рестораторов. Там целый флот выйдет у нас в субботу, и они будут кататься на яхтах соревноваться друг с другом. В каждой яхте в команде по 4 человека. Вот. У них проходят тренировки, они там все с ума сходят. Ну, им нравится очень тоже и этим заниматься, как я и говорил, они все творческие. Вот. Команды красят волосы, готовят форму. То есть, они будут стараться и по еде покорить нижегородцев, и на воде покорить. И у всех там спортивный интерес. Какие еще фишки будут на фестивале? Ну, мы разделили. Первый день вот у нас такой как раз более спортивный, и основная часть это такая регата. Будет прям построение, команд, там, жеребьевка. Они будут по два заплыва у каждого. Награждать победителей будем как там в лучших спортивных соревнованиях выбирать, определять. А второй день более образовательный. У нас различные мастер-классы. Например, вот один мастер-класс. Восемь ресторанных блюд из доширака. То есть, уже само название из лапши быстрого приготовления. Шеф-повар профессиональный покажет, что можно сделать восемь там вкусных каких-то блюд. И здесь нижегородцы попробуют дома. Идеально, да. Приглашаем всех студентов, всех общежитий. Вообще, кого приглашаете, как вы считаете, кто у вас? Ну, у нас семейная аудитория, безусловно, и ноль плюс, и все нижегородцы, вход свободный. Поэтому я думаю, что тут каждый найдет для себя. Кто любит острое, кто любит не острое, кто любит спортивное питание, кто ничего не ест, ни мяса, ни подобного. Я думаю, мы всем постараемся угодить. У вас очень необычные названия. Вилка и стрелка. Вообще, мы посмотрели, и по миру необычных названий у гастрономических фестивалей не так и много. Все крутятся вокруг слова «гурме», а у вас оно такое звонкое, яркое, явно с прицелом на будущее. Какие цели, еще раз расскажите, вот ваш фестиваль, какие у вас планы? Мы хотели, ну, этим фестивалем, то есть я и говорю, что мы хотели локальную такую историю, нижегородскую, развивать нижегородскую именно гастрономию. Поэтому название мы хотели отразить, естественно, привязку к нашему городу, ну и что-то было, чтобы было сразу связано с едой и с рестораторами. И мы сразу отмели все эти, посмотрели в других городах тоже по странам мира различным, все эти, там, все со вкусом, что-то еще, то есть очень обычное название. Мы решили сделать необычное, звучное, вилка и стрелка. Некоторые путаются, в МВД нас называют вилка и ложка, когда мы получаем согласование. То есть, но, а в целом оно такое звучное и отражает вилка, это главный атрибут рестораторов на многих логотипов там ресторанов. То есть, когда ты говоришь вилка, это сразу же связано с рестораном, с едой. А стрелка, это локация. И даже неважно, мы уже приняли для себя решение, что если даже будем проводить не на стрелке, ну, не здесь, не у стрелки, фестиваль, а где-то в городе, в глубине, все равно фестиваль вот так и останется, вилка и стрелка, и станет таким фирменным, нижегородским. Я надеюсь, что, ну, это имя разлетится по всей стране, ради него будут приезжать и к нам в город в том числе. А как вообще пришла идея привести фестиваль? У нас даже в Нижнем нет никакой ассоциации рестораторов, условно. Они не сильно объединены, а проблем много у всех, и всем хочется развиваться и делать какие-то интересные проекты, тестировать новые концепции, запускать продукты. Вот, поэтому просто такая идея возникла, когда мы съездили, я не знаю, в Москву, по-моему, на фестивале еды тоже прогуливались. Там это местный маркет был какой-то локальный. Вот, посмотрели, захотели организовать в Нижнем, и вот сразу же все откликнулись, что этого в Нижнем не хватает. Новая набережная, локация вообще идеальная, потому что здесь можно и поставить столы, и на газоне, и палеты, и сено, и лежа на пледе, встречать закат с какой-то вкусной едой под красивую музыку. Поэтому локация, конечно, невероятная. Сейчас мы молимся на погоду. Главное, чтобы, да, повезло с погодой. У нас профессиональные регаты занимаются профессиональные яхтсмены. У них приложения различные, которые по спутнику, по звездам, по космосу показывают всю погоду мира. Мы вот изучаем, погода будет в выходные просто прекрасная. Один миллиметр осадков, возможно, чуть-чуть капнет, но не пугайтесь. Главное, приезжайте все к нам на фестиваль. Спасибо. Ну мы вам желаем удачи, планов, реализации всех планов. И главное, чтобы, конечно, повезло с погодой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова